Братья и сестры, мир вам! Сегодня мы литературную страничку с вами устроим. Отличие классики от журналистики, от сегодня на сегодня, заключается в проверке временем, и если по прошествии времени что-либо из написанного, пропетого и так далее, сохраняет свою живейшую актуальность, это значит, попадание в точку произошло, и это здесь есть капля вечности, как говорил один мой знакомый писатель. И вот сегодня я предложу вам такую вещицу небольшую, поэтическую, пушкинскую, это из позднего Пушкина, когда он перестал быть королем эпиграмм, а стал уже, как Жуковский ему говорил, друг мой, не разменивайся на эпиграммы, ты должен писать поэмы. И вот Пушкин, уже поработавший в Министерстве иностранных дел, уже обремененный семейством, уже поработавший в архивах над Пугачевским восстанием, все больше и больше склонялся к такому государственничеству. Из-под его пера вышло стихотворение «Клеветникам России», известное также по первой строчке «О чем шумите вы, народные витии?» Мы его прочитаем с вами в силу его архиактуальности. Ну, гений, никуда не попрёшь, как бы умри, Аркаша, лучше не напишешь. Итак, прочтём, где-то просто останавливаясь. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою. Домашний старый спор, уже взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. «Уже давно между собою враждует эти племена. Не раз клонилась под грозой то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный роз? Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет? Вот вопрос». Это просто надо вынести на заголовки всех газет в любом переводе, максимально поэтичном, потому что это заголовок, собственно, утренней газеты. «Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный роз? Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет? Вот вопрос». Идеологическая внутренняя оккупация Украины начиналась с галлийских земель, долго входивших в состав Польши. Именно в борьбе с полонизацией и вообще в сопротивлении с поляками, с перениманием от поляков многих идеологических составляющих своей нынешней ментальности, в общем, выросло вот это вот западное мышление украинца, которое, собственно, и привело к тому, что есть сегодня. «Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет?» Вот вопрос. Это исторический вопрос начала XIX века, это исторический вопрос от XXI века тоже. «Оставьте нас, вы не считали, сии кровавые скрижали, вам непонятно, вам чужда, сия семейная вражда, для вас безмолвный Кремль и Прага бессмысленно прельщают вас борьбы, отчаянная отвага, и ненавидите вы нас». Многие процессы, происходящие в мире, являются действительно семейной враждой, как один таксист мне говорил однажды. Я не спрашивал национальности, он по виду похож на армянина, может быть, на грузина, может быть, на кого-нибудь из, значит, кавказских регионов, таких уже российских, в смысле. Он говорил, что «я в спорах между русскими и украинцами ничего в сторону не принимаю». Это еще было вот «до-до-до-до-до», но актуальные слова, он говорит, «потому что это братья, и они сегодня подрались, завтра помирятся, а ты не лезь». Он говорит, «я себе это говорю». Это братья подрались, братья и помирятся. Сия семейная вражда. Вам непонятно, вам чужда, сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага, то есть ничего не говорит для вас, это красота историческая. Бессмысленно прельщают вас борьбы, отчаянная отвага. Об этом отдельно нужно бы сказать, но сейчас воздержимся. «За что ж, ответствуете за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы?» Европа не раз ложилась под захватчиков, ложилась с лапками кверху, ложилась с удовольствием, под Наполеона полностью легла, под Адольфа Алоизыча легла полностью, за редкими исключениями внутреннего сопротивления. И вот ненависть к России в том числе заключается в том, что мы не ложились под тех, под кого ложилась Европа. А эта привыкшая ложится дама, как бы она имеет еще какие-то остатки совести, но она ее обращает в злобную зависть к тем, кто не делает то, что она. «За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир», ну это Наполеон и Бонапарт, «и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир». А дальше вообще это, под запись, как бы и под запоминание. Вы грозны на словах? Попробуйте на деле. Или старый богатырь покойный на постели не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или русский от побед отвык? Или мало нас от Перми до Таврида, от финских хладных скал до пламенной колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов, есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Кое-что из газет мы узнаем из новостных лент о озлобленных сынах, решившихся устроить сафари на русских солдат, как будто они в Африку поехали в племенных разборках разбираться. Весело приехали, весело вернулись. И быстро вернулись, но не все. Так что это очень исторические слова. Или мало нас, или русский от побед отвык, или русского царя уже бессильно слов. В общем, стихотворение, о чем шумите вы, народные витии, предлагаю прочесть каждому человеку, имеющему доступ к интернету, или имеющему на книжной полке полное собрание пушкинских сочинений, или избранное стихотворение. Поскольку это настоящая классика, столетия прошли, а точный диагноз происходящего не меняется, и на инерционных этих процессах исторических событий мы видим, что Пушкин взрел в корень. Ну, наше все. Христос да будет с вами, братья и сестры, разбирайтесь беспристрастно в происходящем, и классики вам в подмогу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok